Добрый день, глубоко уважаемые члены диссертационного совета. Сегодня мы работаем в очно-зарочном режиме. Утвержденный состав диссертационного совета ПДС-02-00-001, 15 человек присутствуют 12 человек. Из них 5 докторов по профилю рассматривали диссертации. Разрешите, я зачитаю список присутствующих очно и заочно. Севастьянов Леонид Антонович заочно. Самойлов Константинов Евгеньевич очно. Кулявов Никита Сергеевич очно. Демидова Анастасия Вячеславовна очно. Гайдамака Юлия Васильевна заочно. Дружинина Паргалантиновна заочно. Ланеев Евгений Борисович заочно. Малых Михалмитович заочно. Орлов Юрий Николаевич заочно. Рыбаков Юрий Петрович заочно. Степанов Сергеевич заочно. Щетинин Евгений Юрьевич заочно. На повестке дня защита диссертации Ботвинка Анатолия Юрьевича на тему «Разработка модели для анализа показателей эффективности местевого экрана с ранжированием правил фильтрации». Диссертация представлена на ЦСКА неученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.12.17 «Теоретические основы информатики». Научный руководитель, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук РУДН Самойл Константинович. Нет ли возражений по повестке дня? Нет. Нет. Приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДН. Официальные оппоненты. Доктор технических наук Дворкович Александр Викторович. Доктор технических наук Степанов Сергей Николаевич. Доктор технических наук Кучерявый Андрей Евгеньевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Будьте любезны, Анастасия Вячеславовна. Слистатель Фотенза Анатолий Юрьевич, 1988 года, рожденный гражданин России в 2010 году, окончил федеральное государственное образование и учреждение высшего образования Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности вычислительной машины в комплексе системы СИИ. С марта 2020 года по марта 2021 года был прикреплен для подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по направлению 09.06.01. В настоящее время является военнослужащим военнослужащим военской части 68.242. Диссертация выполнена как федеральная информация в теории вероятности в системе физико-математических наук по специальности федерального государственного образования Академии Федерального учреждения высшего образования Российского университета университета народа. Диссертация выполнена как федеральная информация в теории вероятности Российского университета дружбы народа. Материалы личного дела и документы предварительных экспертиз соответствуют требованиям положения о присутствии ученых в степени в Российском университете дружбы народа. Все документы имеются в деле. Будут ли вопросы с соглашенными документами? Нет. Если вопросов нет, тогда снова предоставляйте соискателю доклада. Пожалуйста, 20 минут вам, не более. Прошу. Уважаемый председатель, уважаемый член диссертационного совета, представляю вам результаты кандидатской диссертации на тему разработка модели для анализа показателей эффективности межноделового крана с аранжированием правой фильтрации, выполнены на кафедре преподной информатики и теории вероятности Российского университета дружбы народа. Под научным руководством доктора технических наук профессора Самуила Константина Евгеньевича. Целью работы являлось повышение производительности межсетевого крана за счет использования разработанного диссертацией метода ранжирования набора правой фильтрации. Здесь же на слайде 2 представлены вытекающие из цели задачи исследования. Они решаются последовательно в диссертационной работе, состоящей из трех глав. В первой главе исследовались основные принципы, относящиеся к межсетевому экранированию. Приведены наиболее типичные проблемы построения наборов правой фильтрации. В первой главе проведена классификация и обзор существующих методов оптимизации наборов правой фильтрации. Получена оценка влияния межсетевого экрана на длительность задержки передачи данных в автоматизированных системах с мультимедийными протоколами передачи данных. Во второй главе построена модель межсетевого экрана с ранжированием правой фильтрации. Разработан алгоритм вычисления показателей эффективности межсетевого экрана. Сформулирована задача нахождения оптимального порядка правой фильтрации и ее решения. Приведено описание разработанного метода ранжирования наборов правой фильтрации. В третьей главе построена модель межсетевого экрана метода Монте-Карло. Проведен сравнительный анализ аналитической имитационной модели. Получены оценки эффективности разработанного метода ранжирования. По теме диссертационной работы выполнен аналитический обзор. Теоретические и прикладные основы диссертации содержатся в исследованиях известных ученых, представленных на слайде 4. Перехожу к результатам первой главы, посвященной анализу задачи повышения производительности межсетевого экрана. На слайде 5 представлено описание процедуры установления сессии по протоколу СИП при наличии межсетевого экрана. Ранее данная процедура исследовалась в отсутствии межсетевого экрана. Для анализа была построена математическая модель установления сессии по протоколу СИП в виде открытой экспансиальной сети массового обслуживания, схема которой представлена на рисунке 3 слайда 6. Последняя оценка времени ожидания и времени обслуживания для каждого узла сети позволила, выполнив суммирование, найти искомые величины. Сумулированная нижней части слайда утверждения 1 и утверждения 2 позволяет определить среднее время установления сессии, среднюю задержку запроса установления сессии, а также долю времени фильтрации пакетов межсетевого экрана в данных задержках. Сумулированное утверждение позволяет решить задачу оценки влияния межсетевого экрана на искомые величины. На слайде 7 представлены исходные данные для анализа и полученные оценки. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности снижения времени нахождения пакетов в межсетевом экране для уменьшения значений показателей качества восприятия и качества обслуживания, услуги установления сессии по протоколу СИП в условиях нормальной и высокой нагрузки. Во второй главе диссертации построена математическая модель межсетевого экрана с функциональной возможностью ранжирования правил фильтрации. Модель межсетевого экрана представляет собой сложную стокастическую систему, поэтому для ее построения использовался агрегативный подход, представляющий систему в виде агрегата. На рисунке 7 слайда 8 представлена схема агрегата M для катого интервала времени, в течение которого происходит обслуживание одной пачки пакетов. Состояние системы определяется вектором состояний, включающий в себя вектор паровой фильтрации и вектор времен обслуживания пакетов. Выходным сигналом является вектор, содержащий оценки показателей эффективности системы. Входным сигналом является вектор случайных величин, характеризующих число соответствий пакетов правилом фильтрации. Под соответствием пакетов правой фильтрации в модели понимается соответствие атрибутов или параметров сетевых пакетов условиям правой фильтрации. Набор правой фильтрации представляет собой линейный список. Проверка соответствия выполняется последовательно, как схематично показано на рисунке 8 слайда 8. Для расчетов показателей эффективности рассмотрено функционирование агрегата M на одном катом интервале. Процесс обслуживания заявок представлен в виде последнего прохождения фаз. Предполагается, что времена обслуживания заявок на каждой фазе независимы и распределены экспоненциально. Заявка может завершить обслуживание или перейти на следующую фазу, как показано на рисунке 9 слайда 9. Построенный таким образом процесс обслуживания заявок соответствует процессу последовательной обработки трафика в межсетевом экране с разрешающими правами фильтрации и политикой запрета по умолчанию. А агрегат M представляет собой однолинейную систему массового обслуживания с накопителем ограниченной емкости и однородным паусоновским входящим потоком заявок и функцией распределения длительности обслуживания заявок фазового типа, зависящей от порядка правой фильтрации. Формула 6 на слайде 9 определяет описанную функцию распределения в аналитическом виде. Представление агрегата в виде системы массового обслуживания позволило разработать алгоритм вычисления показателей эффективности основанной на решении системы уравнений глобального баланса марковского процесса. На слайде 10 представлено определение марковского процесса для описанной системы массового обслуживания, диаграмма интенсивности переходов в состоянии марковского процесса, а также соответствующая система уравнений глобального баланса в матричной форме. В работе приведено решение данной системы с использованием матричных рекуррентных форм. Использование матричной рекуррентной формул позволило произвести расчеты показателей эффективности при фильтрации информационных потоков, близких к реальным. Для оценки корректности модели был проведен анализ зависимости показателей эффективности от интенсивности суммарного потока и количества правил фильтрации. Проведенный анализ показал достаточную степень адекватности построенной аналитической модели. На слайде 12 сформулирована задача нахождения оптимального порядка правой фильтрации. Нахождение оптимального порядка правой фильтрации относится к задачам целочисленного программирования и является НП полной задачей. Для рассматриваемого в работе в случае отсутствия ошибок несогласованности и избыточности в наборе правой фильтрации, решение задачи находится простой перестановкой правил в порядке убывания их весов. Формула 10 на слайде 13 описывает общую схему вычисления оценок методом локальной аппроксимации. Метод локальной аппроксимации по существу является скользящим методом наименьших квадратов с областью локальности, зависящей от параметра локальности дельта. Сформулированное на слайде утверждение 3 описывает применение метода локальной аппроксимации для решения задачи вычисления весов правил фильтрации, являющихся оценками среднего числа в соответствии пакетов правой фильтрации. Оценка вычислена согласно локальной линейной модели методом локальной аппроксимации первого порядка по конечной совокупности экспериментальных данных квадратичной функции потери. В качестве функции локальности выбрана экспоненциальная функция локальности, задающая наибольший вес слагаемым наиболее близким к центру аппроксимации. Параметры локальности определен в зависимости от ширины скользящего окна. Изменение ширины скользящего окна позволило избежать равнозначной оценки исходной информации и учесть как текущие, так и прошлые тенденции развития процесса изменения характеристик фильтруемого трафика. Сформулированная нижняя часть слайда утверждения 4 связывает ширину скользящего окна с числом уровня информации. Рекомендуемое число уровня информации, полученное исходя из опытных данных, при количестве измерений меньше 20, составило 30-40% от общего объема выборки. При количестве измерений от 20 до 100, 10-25% от общего объема выборки. На слайде 14 приведено описание разработанного метода ранжирования правой фильтрации. Метод ранжирования является адаптивным к трафику методом оптизации набора правой фильтрации, обеспечивающий повышение производительности межсетевого экрана за счет ранжирования правой фильтрации в соответствии с оценками характеристик фильтруемого трафика, полученными непараметрическим методом локальной аппроксимации. Выбор момента ранжирования может осуществляться различными способами. В работе рассмотрено два способа – ранжирование с постоянным интервалом и ранжирование в соответствии с критерием ранжирования правой фильтрации. Непосредственный выбор способа ранжирования осуществляется исходя из эмпирического анализа изменчивости характеристик трафика. При высокой изменчивости характеристик трафика целесообразно использовать ранжирование с постоянным интервалом. При сохранении характеристик трафика в течение длительного интервала времени целесообразно использовать ранжирование в соответствии с критерием ранжирования. В третьей главе работы построена модель межсетевого экрана метода Монте-Карло. Проведен сравнительный анализ аналитической иммунтационной модели. Использование методов иммунтационного моделирования позволило снять ограничения на вид функции распределения, глипности обслуживания заявок и получить оценку эффективности разработанного метода при различных параметрах модели межсетевого экрана, метода локальной аксимации и характеристиках поступающего трафика. В слайде 15 представлены результаты численного эксперимента по качественному сравнению аналитической иммунтационной модели. В виде графиков зависимости и показателей эффективности от интенсивности суммарного потока. Для иммунтационной модели дополнительно построены графики зависимости и показателей эффективности от интенсивности суммарного потока после проведенного ранжирования. Проведенный анализ показал достаточную степень адекватности аналитической модели иммунтационного моделирования. На слайде 16 представлены условия, при которых проводились эксперименты по оценке эффективности разработанного метода ранжирования. В качестве условий функционирования системы рассматривалось два типа условий. Первый тип условий соответствует нормальному режиму функционирования межсетевого экрана. Второй тип соответствует функционированию межсетевого экрана в режиме перегрузки с гармонически изменяющейся суммарной интенсивностью входящего потока пакета, считающимся моделированием функционирования межсетевого экрана при осуществлении DDoS-атаки. В зависимости от параметров метода локальной аппоксимации рассмотрены следующие варианты ранжирования. Ранжирование с адаптивным параметром локальности проводилось согласно оценкам МЛА первого порядка при параметре локальности в определенном зависимости от ширины скользящего окна. Ранжирование методом наименьших квадратов проводилось согласно оценкам МЛА первого порядка при параметре локальности, стремящемся к бесконечности. Ранжирование без глаживания проводилось согласно оценкам МЛА первого порядка при параметре локальности, стремящемся к нулю. В качестве сравнительных оценок использовались значения абсолютных и относительных погрешностей, показатели эффективности межсетевого экрана, вычисленные до применения метода аранжирования и после применения метода аранжирования. На слайде 17 представлены в графике числа соответствий пакетов правилам фильтрации. Эффект от аранжирования наиболее хорошо виден на рисунке 23 и рисунке 24. Соответствующих аранжирования с адаптивным параметром локальности и аранжирования методом на меньше квадратов. Наибольшее число соответствий пакетов правилам, находящимся в начале набора, говорит о большей эффективности аранжирования с адаптивным параметром локальности по сравнению с остальными методами. Это объясняется меньшей ошибкой метода локальной аппоксимации по сравнению с методом на меньше квадратов. Полученные значения показателей эффективности подтверждают данный вывод. На слайде 18 представлены результаты экспериментов по оценке эффективности разработанного метода ранжирования. Моделирование функционирования системы в условиях перебрузки показало, что применение метода ранжирования позволило уменьшить среднее время обслуживания системы на 7000 миллисекунды. Что составило около 26% от первоначального времени обслуживания. По сравнению с результатами, полученные при моделировании функционирования системы в нормальных условиях, абсолютные погрешности показателей эффективности имеют более высокие значения, за исключением среднего времени обслуживания, так как оно не зависит от нагрузки системы. Сделанное предположение о повышении производительности межсетевого экрана за счет использования метода ранжирования адаптивного к изменяющимся характеристикам сетевого ПТФК подтвердилось. В среднем, ранжирование с адаптивным параметром локальности показало большую эффективность в сравнении с остальными методами. В заключении доклада на слайде 19 представлена научная новизна работы. На слайде 20 перечислены основные положения, выносимые на защиту, которые именно в таком виде сформулированы в автореферате. На слайде 21 перечислены основные результаты исследований. На последнем слайде перечислены основные публикации в научных изданиях, а тем диссертациям, где отражены основные результаты исследований. На этом мой доклад закончен. Благодарю вас за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Какие будут вопросы к соискателям? Есть ли вопросы? Нет. Сейчас они могут быть. Давай посмотрим, потому что там руки поднимутся. У меня есть два вопросика. Извините, пожалуйста, как у третьего оппонента, если можно. Не очнулся. Вот для уточнения. Протоколов в СИПах достаточно много. Есть базовый, который там в RSV 3261 определенный. Потом есть, который взаимодействует с ОХСом номер 7. Называется он СИП-Ай, от слова интернет-вокинг. Есть там СИП-Т еще. Вот вы какой брали за основу? Теперь слышно. Надо повторить. Извините, пожалуйста, у нас со звуком были накладки, чтобы не было шума. Не могли бы вы повторить вопрос? Да, да, да. Я буду медленнее говорить. Кучерява. Попокол СИП, он определен во множестве документов РФС, Request for Commons, да. Так, например, там, который вот базовый, он определен в РФС 3261, да. Который там для телефонии, да, грубо говоря, для взаимодействия с телефонной сетью, он там определен в Крест-3-72. Который там для взаимодействия с ОХС номер 7, он вообще определен в Медронном связи электросвязи. Вот вы что брали за основу, да? Какой? Вот базовый, который 3261, или какой-нибудь другой? Да, я брал для основы именно базовый протокол. Базовый, очень хорошо. И второй вопрос у меня был по слайду 16. Откройте его, пожалуйста. Всегда задают оппонент логусь. Вот здесь мы видим такую фразу. Нормальные условия функционирования. Дальше ту-ту-ту-ту-ту-ту, которые не приводят к функционированию системы с нагрузкой РО больше 0,9. Мне кажется, что вот для систем сигнализации может быть 0,9 и не очень хорошо, да, потому что 0,9 там для системы коммутации еще куда не шло, да. 0,9 уж великовата, как вы считаете? Я абсолютно согласен с вами. Просто была идея первоначально исследовать эффективность метода для частичного предотвращения последствий до высоток. Поэтому варианты именно нагруженные. Нормально имеется вариант, что здесь именно не происходило потерь пакетов. Хорошо, хорошо. Полностью удовлетворено. Спасибо. Большое спасибо. Теперь я вижу вопрос Юлии Васильевны. Юлия Васильевна, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо, да, перебои что-то со связью. Сейчас слышно ли меня? Да, очень хорошо слышно, да. Спасибо. Анатолий Юрьевич, у вас в работе формализована задача оптимизации. Вот какие еще методы поиска оптимальной последовательности правил фильтрации можно было бы использовать? Вот, например, можно было бы использовать методы машинного обучения. Ну, ту же самую нейронную сеть применить для ранжирования правил фильтрации. Да, возможно было бы использовать другие методы оптимизации, разработать с использованием различных методов прогнозирования или экстраполяции данных. В том числе можно было использовать нейронные сети. Возможно, надо было бы провести при этом обработку предварительно исходных данных. У меня в качестве исходных данных значение временных рядов, полученных на основании статистических данных и характеристик трафика СТИВО, после его масштабирования и обучения нейронной сети, ее можно было бы использовать для прогнозирования и оптимизации наборов правой фильтрации. Также можно было использовать другие методы, такие как, например, экспоненциальное сглаживание, метод сплайнов. Я использую метод локальной оптимации, потому что он не параметрический и при предельных значениях параметра локальности одновременно я мог оценить прогнозирование методов на меньших квадратах. При этом, после первоначальной настройки, он не требует дальнейшего вмешательства человека. Это были одни из моих положений, почему я использовал именно ML. Спасибо. Ну, метод локальной оптимации дал достойный результат, так что у меня к претензии нет. Спасибо. Спасибо. Может быть, вы уже применяли нелинейные модели и вы знаете, как поменяется. Да. Оценки, которые использовались, оценки ML, которые использовались при расчете, при экспериментах, это были оценки нулевого первого порядка. Если рассматривать всю область изменения аргумента, они на сей области являются не параметрическими, не линейными. При этом оценки более высокого порядка, второго и выше, они вычислить на более затратные, а значимого результата они не дали. То есть, отличающиеся именно от оценок первого порядка при прогнозировании, для ранжирования правил. Поэтому я остаюсь именно на оценках первого порядка. Понятно, спасибо. Спасибо. Большое спасибо, Илья Сергеевич. Есть еще вопросы к соискателю? Нет? Если вопросов больше нет. Илья Васильевна, микрофон отключайте. Мы должны формально объявить технический переговор. Я думаю, смысла в нем нет. Поэтому никто не возражает без переговора. Давайте продолжать, Илья Сергеевич. Мы идем с опережением графика. Поэтому слово предоставляется сыночным руководителям, соискателям. Илья Сергеевич, совсем короткий коллеги ко мне тоже обратились с рекомендациями из Академии Федеральной Службы Безопасности в связи с соискательством. Прошу прощения, не слышно. Ага, все снова начинаю. Ну, я коротко сказал о том, что Анатолия мне порекомендовали для соискательства из Академии Федеральной Службы Безопасности. Основная сложность состояла в том, на этапе подготовки моей, что у нас направление 09 аспирантура техническая, но степень физико-математической науки. И Анатолию очень серьезно пришлось потрудиться, ну, тоже на протяжении примерно трех лет, для того, чтобы удовлетворять этой ученой степени. Ну, я, как всегда, был в таких случаях удивлен желанию, трудноспособности и настойчивости человека. Ну, и при этом он частично, как знают члены ученого совета, освоил наши методики, которые приняты в нашей школе по теории массового обслуживания, по анализу эффективности протоколов типа СИП. Ну, и при этом привнес свои варианты различные, в том числе провел огромный численный эксперимент и так далее, разработал новые методы по оценке эффективности плавного ранжирования. Я считаю, что он полностью подготовился, а на заключительном этапе просто отлично отработал, опробировал все свои результаты. Его все знают на кафедре, которую он здесь постоянно у нас бывает. И все люди понимают, что это сложившийся ученый, квалифицированный, ну, конечно, еще молодой. Ну, я считаю, что он заслуживает присвоения ученой степени, квалифицирован по специальности 05.13.17 и ученую степень кандидата физико-математических наук. Спасибо большое, коллеги. Большое спасибо, Константин Евгеньевич. Есть ли вопросы, Константин Евгеньевич? Если вопросов нет, тогда слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и авторикарат, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демиловне. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. В деле имеется заключение организации Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования Российского университета РУ, принятое на заседании кафедры докладной информатики, теории вероятности в факультете физико-математических и естественных наук, где была выполнена данная диссертация. Сдержание заключения положительных. Кроме того, в Совет поступило два отзыва на авторикарат. Отзывы положительные. Если члены диссертационного совета не возражают, я не буду полностью засчитывать отзывы, а сделаю их. Да, пожалуйста. Первый отзыв поступил от Вишневского Владимира Мироновича, доктора технических наук, профессора главного научного сотрудника лаборатории номер 69, управления сетевыми системами Института проблем управления трапезников в Российской академии наук. Отзыв положительный. В отзыве отмечена актуальная система диссертационного исследования и перечислены основные научные результаты. В качестве недостатков отмечено следующее. При проведении сравнительных экспериментов по оценке эффективности разработанного метода ранжирования в соответствии с оценками МЛА можно было провести сравнение с большим числом методом аппроксимации данных. Из тех ставок реферата неясно, почему для моделирования функционирования системы в условиях, условно считающихся функционированием межстилового экрана при осуществлении ДДО-САТА, взят трафик с гармонически изменяющейся и интенсивностью подящего потока. Второй положительный отзыв поступил от Соколова Николая Александровича, доктора технических наук, старшего научного сотрудника ООО «Протей-СТ». В отзыве отмечена актуальность исследования, дана краткая характеристика ООО «Протей-СТ». Отзыв задерживает следующее замечание. На страницах 1.12 сформулирована задача нахождения оптимального порядка правил препятствий. В общем случае задача является НТО ООО «Протей-СТ». При построении математической модели межстилового экрана с ранжированием правил препятствий в качестве функции распределения времени обслуживания заявок на каждой фазе СМО выбрана экспоненциальная функция. При этом пояснение данного выбора в авар в тексте актуальнистрации предъявлено. Спасибо, Анастасия Вячеславовна. Слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах, например, представляется в соискателе. Пожалуйста. Я согласен со всеми замечаниями ко второе феррату. Часть из них пресекается с замечаниями официальных оппонентов. Поэтому прокомментирую часть из них. Комментирую замечание, первое замечание старшего научного сотрудника Соколова. Я согласен с этим замечанием в тексте автора феррата. Действительно не поясняется отсутствие ошибок, несогласованности и избыточности в наборе правой фильтрации. В тексте рукописи дано пояснение. Суть его заключается в том, что статистические методы поиска избыточности и несогласованности правил обычно применяются к набору правил однократно. В дальнейшем при изменении характеристик информационных потоков не будут оказывать влияние на производительность межсистелового экрана. Также в рукописи дана ссылка на один из разработанных и существующих методов поиска оптимального порядка правой фильтрации как раз для случая наличия ошибок, несогласованности и избыточности. Этот метод является эвристическим. В общем-то, на этом мой вопрос на данное замечание закончен. Отвечай дольше на все вопросы. По поводу... Следующее замечание было не указано. Почему? Причины использования гармонического закона распределения для выбора моделирования функционирования межсистелового крана в условиях перегрузки. В общем, моей задачей являлась оценка эффективности оранжирования разработанного метода при перегрузке и при нестабильной очереди заявок модели построенной. Применение, соответственно, закона распределения механического для входящего потока заявок в систему массового обслуживания позволило как раз-таки провести анализ эффективности метода при нестабильной очереди заявок. Именно этот режим я считал моделированием функционирования при осуществлении DDoS-атак на межсистелевой экран. На этом мой ответ на данный вопрос закончен. Спасибо большое. Если вопросы к соискателю по его ответам и замечаниям, если вопросов нет, то переходим к заслуживанию отзывов официальных оппонентов. Еще раз напомню, что официальный оппонент должен включить камеру и продемонстрировать раскрытый паспорт рядом со своим лицом. Слово предоставляется первому оппоненту, доктору технических рук Дварковичу Александру Викторовичу. Александр Викторович найдет паспорт. Заранее предупреждать всех. Включайте микрофон, Александр Викторович. Александр Викторович, вас не слышно, звук у вас отключен. Прошу прощения, я паспорт искал. Все, спасибо. Спасибо, Александр Викторович. Хорошо. Значит, ну, чтобы сэкономить время, я не буду подробно разбирать ни содержание диссертации, ни ее новизну и так далее. В общем-то, в рассказе диссертанта все прозвучало достаточно четко, работа содержит и актуальность, предложенные алгоритмы, методы решения содержат новизну, все формальные параметры, требуемые для диссертации, на мой взгляд, выполнены, я бы тогда сосредоточился, в общем, на вопросах и замечаниях, которые у меня возникли при рассмотрении этой диссертации. Значит, ну, для начала это неудачно сформулированные положения, выносимые на защиту. Это, в общем-то, ну, как бы в разных советах немножко по-разному требуется, но, в принципе, положение – это есть некоторое утверждение, тезис, которое, собственно, и защищается в процессе представления. А здесь, в общем-то, выдвинуты не положения, а некоторые такие утверждения, вернее, некоторые описания некоторых объектов, а не утверждения, которые доказываются. Но это неудачно сформулировано, это не значит, что нечего было защищать диссертацию. Значит, на рисунке 1.3 не указан объект IPMPLS, хотя далее он описывается как отдельный блок, в том числе на рисунке 1.4. В заключении первой главы сформулированы задачи исследования, но они несколько отличаются от задач, которые поставлены во введение. Не то чтобы совсем другие, но, в общем, есть некоторые отличия. При проведении экспериментов по оценке эффективности метода ранжирования не ясен выбор функции изменения суммарной интенсивности входящего потока. Желательно пояснить выбор гармонического распределения суммарной интенсивности поступления заявок. Следующее замечание. Не оценивается вычислительная сложность у алгоритма расчета показателей эффективности межсетевого экрана для аналитической модели. Целесообразно оценить вычислительную сложность применения методов локальной апоксимации для вычисления весов правилфильтрации. Далее. В данных о результатах численного эксперимента по сравнению аналитической и имитационной моделей, представленных на рисунках 3.4 и 3.8, следовало бы указать доверительный интервал. Ну и, наконец, имеется ряд опечаток, синтаксических пунктуационных ошибок. Почему-то автор особенно не любит выделять причастные и непричастные обороты. Но, значит, хочу подчеркнуть, указанные недостатки нисколько не снижают ни научную ценность работы, ни теоретическую и практическую значимость полученных результатов. Ну и, на мой взгляд, значит, я перейду к заключению. В диссертации получено новое решение актуальной задачи повышения производительности межсетевого экрана за счет использования разработанного метода ранжирования набора правил фильтрации. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидатов из МАТ-наук согласно пункту 2.2, раздела 2, положения о присуждении ученых степеней, Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденному ученым советом РУДН, протокол номер 12, от 23 сентября 2019 года. А ее автор, Батвинко Анатолий Юрьевич, заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17, теоретические основы информатики. Большое спасибо. Есть ли вопросы к Александру Викторовичу? Если вопросов нет, то слово для ответа официально оппоненту предоставляется все искателю. Я согласен со всеми замечаниями член-корреспондента Ран Дворковича Александра Викторовича. Решите, я прокомментирую одно из замечаний, четвертое замечание. Выбор гармонических колебаний для интенсивности поступающего потока был обусловлен задачей вычисления оценки эффективности метода ранжирования при стабильной очереди заявок системы массового обслуживания, характерным проявлением которой является периодическое приближение к пределу уровня потерь заявок. Такой эффект считался проявлением дезоз-атаки. Именно он и моделировался. Да, на этот вопрос ответ закончен. Большое спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент ответа не соискателя? Да, вполне. Большое спасибо. Слово предоставляется второму оппоненту, доктору технических наук Степанова Сергея Николаевича. Сергей Николаевич, пожалуйста. Итак, я показываю свой документ. Спасибо. Уважаемые члены совета, соискатель с должной полнотурой заложил содержание работы, поэтому я с вашего разрешения остановлюсь только на актуальности темы диссертации, дам характеристику полученным научным результатам и перечислю замечания и сформулирую сложившиеся у меня заключения по работе. Ну, вначале несколько слов об актуальности темы. По вполне понятным причинам обеспечение сетевой безопасности и информационной инфраструктуры является важная задача, имеющая большое значение для практических приложений. При ее решении необходимо учесть рост объема сетевого трафика, высокую изменчивость характеристик трафика, значительное увеличение количества компьютерных атак, а также использованные разного рода мультимедийных протоколов, чувствительной длительности задержки передачи данных. Все эти факторы влияют на работу между сетевых экранов, и их необходимо учитывать при проведении исследований. Именно эти вопросы были рассмотрены в диссертационной работе Ботвинка Анатолия Юрьевича, что говорит об актуальности выбранной темы. Ответить на вопрос, с какой сценарием работы сетевого экрана лучше, а какой хуже и насколько, можно только с помощью инструментария, основанного на построении соответствующей математической модели. Появление модели предшествует разработка функциональной модели исследуемого объекта. При ее построении следует соблюсти компромисс между детальностью описания процедуры использования ресурса сетевого экрана и возможностью последующего расчета характеристик обслуживания поступающих запросов. Это очень важный этап исследования, и автор диссертации успешно, на мой взгляд, справился с решением сформулированной задачи. Результаты, относящиеся к построению исследований функциональной модели, рассмотрены в первой главе диссертационной работы. После появления математической модели начинается этап исследования. Здесь соискатель должен показать свою квалификацию и тот набор навыков, которыми он обладает для разработки эффективных средств, оценки характеристик, качества обслуживания поступающих на запросы. Надо сказать, что используемые приемы стандартные, но они применяются для новой модели, и поэтому их реализация требует хорошего владения соответствующим аппаратом, что, собственно, автор и продемонстрирует. Во второй главе, с использованием построенной математической модели разработан алгоритм оценки характеристик показателей эффективности экрана, основанный на решении системы уравнения глобального баланса, соответствующую марковскому процессу. Сформулирована задача нахождения оптимального порядка правил и получено ее решение для случая отсутствия ошибок несогласованности и избыточности в наборе правил фильтрации. Применение аналитических методов по непонятным причинам ограничено используемое предположение на характере функции распределения длительности отслуживания поступающих заявок. Существует стандартный подход, как с этой проблемой отчасти справиться. Соискатель это показал, он построил инвестиционную модель, где часть ограничений снял. Что я могу еще сказать? Ну, результаты полученной инвестиционной работы, несомненно, имеют теоретическую и практическую ценность, о которой я отчасти уже говорил. Более подробно соответствующее суждение сформулировано в моем письменном отзыве. Отмечу только, что результаты полученные автором получили практическую реализацию в области организационно-технических мероприятий по обеспечению надежности ракетно-космических систем. То есть такой очень хороший, на мой взгляд, результат при выпуске национального стандарта Российской Федерации ограниченного распространения ГОСТом соответствующий напоминается. Ну, по теме диссерпционного исследования Соискатель опубликовал 15 работ, в том числе 5 в статьях опубликованных журналов, включенных в перечень РУДН и ВАК, и две статьи, которые индексируются в базах Apple Science и Кокус. Результаты исследования прошли необходимую апробацию, докладывались на международных и всероссийских научных конференциях. Есть и замечания. Я их сейчас зачитаю. Четыре замечания я сформулировал. Первое. В разделе 1.2 на рисунке 1.4, показывающем процедуру установления сессии по протоколу СИП при наличии межсетевого экрана, не проиллюстрирована искомая целевая характеристика в среднем время фильтрации межсетевом экране. Второе замечание. В разделе 2.4 приведено утверждение 2.1, описывающее применение метода локальной апроксимации для вытесления весов правил. При этом нет пояснения, почему выбрана именно экспоненциальная функция локальности и локально-линейная модель метода локальной апроксимации. Следовало это объяснить или привести пример использования моделей метода локальной апроксимации различного порядка. Третье замечание. В работе рассмотрено два способа выбора элемента ранжирования правил фильтрации. При этом численный эксперимент по оценке эффективности метода ранжирования набора правил фильтрации проведен только для постоянного, а не случайного интервала ранжирования. Четвертое и последнее замечание следующее. В работе построены математические модели межсетевых экранов, относящиеся к классу пакетных фильтров. В то же время существуют модели, описывающие функционирование межсетевых экранов на более высоких уровнях. Неясно проводилась ли оценка возможности применения разработанного метода ранжирования для оптимизации набора правил фильтрации следующих классов межсетевых экранов инспекторов состояния, посредников прикладного уровня и межсетевых экранов экспертного уровня. Указанные недостатки не снижают научную ценность полученных в рессивнационной работе результатов. Ну и заключение. В целом, диссертационная работа Ботвин конклюирующего на тему разработка модели для анализа показателей эффективности межсетевого экрана с ранжированием правил фильтрации является законченной научно-напрессионной работой, содержащей новое решение актуальной задачи повышения производительности межсетевой экрана за счет использования разработанного метода ранжирования набора правил фильтрации, имеющие важные значения для развития юридических основ информатики. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения о присуждении ученых степеней Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденного ученым советом БУДН протокол номер 12 от 23.09.19 года. А ее автор Ботвинка Анатолий Юрьевич заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 в теоретической основе информатики. У меня все. Большое спасибо, Сергей Николаевич. Есть ли вопросы к Сергею Николаевичу? Нет. Если вопросов нет, тогда слово для ответа официально оппоненту предоставляется искателю. Я согласен с замечаниями профессора Степанова Сергея Николаевича. Хотел бы прокомментировать. По четвертому замечанию в диссертации была проведена оценка возможности применения разработанного метода для оптимизации набора вправо-фильтрации межсетевых экранов более высокого уровня. Это не вошло в текст рукописи. Так как, в принципе, современные межсетевые экраны, которые относятся к классам инспекторов состояний посредник кипотного уровня или межсетевым экранам экспертного уровня, они содержат в себе пакетный фильтр, к которому применим разработанный метод транжирования. При этом правила межсетевых экранов более высокого уровня, в соответствии с их протоколами, они тоже представляют собой линейные списки, и к ним можно применить разработанный метод. На четвертый вопрос я закончу отвечать. Спасибо. Хотел бы прокомментировать еще третье замечание. То есть выбор непосредственно постоянного интервала ранжирования был бы основан необходимостью провести анализ адаптивного метода в условиях высокой неоднородности характеристик сетевого трафика, именно в условиях, когда функционирование наиболее затруднено. При этом при сохранении 30 трафика в течение длительного времени необходимости в постоянном аранжировании нет. Поэтому выбор именно постоянного интервала аранжирования, он включает в себя второй метод при высокой изменчивости, то есть изменчивости сетевого адреса, адресов интерфейсов, портов, различных временных, либо частотных характеристик трафика. На этом ответ закончен на третий вопрос. Да. Большое спасибо. Удовлетворен ли я официальный оппонент? Да, вполне удовлетворен. Большое спасибо. Слово предоставляется третьему оппоненту, доктора технических наук, к учерявому Андрею Евгеньевичу. Пожалуйста, Андрей Евгеньевич. Здравствуйте еще раз. У меня тоже паспорт есть, да? Так вот видно его? Да, все. К учерявый, вот тут эти все печати. Спасибо. Ну, как третьему оппоненту, позвольте мне остановиться только на актуальности, засчитать замечания и делать вывод. Ну, и небольшой комментарий еще дам по поводу ответа на мои вопросы. Актуальность работы, на мой взгляд, это одна из самых таких областей, где можно еще много сделать. Анатолий Юрьевич сделал в этом плане, я бы сказал, такой новый шаг вперед. Да, межсетивые экраны хорошо, но мы забываем о том, что вопрос производительности сейчас один из самых важных. внедряются миллионы устройств интернета вещей. А существуют пользователи и люди, и вещи, которые используют сеть не по назначению. Мы же не можем в каждую интернет вещь ввести какие-то сложные устройства, аппаратные, программные, по защите. Хотя над этим люди работают, конечно, но это очень сложно. Оно само маленькое, дешевое, недорогое, да. И поэтому экран для такой группы устройств, для кластера интернета вещей, с большой производительностью, с лучшей производительностью, чем было раньше. Это очень здорово. Мне это очень понравилось. Да, это вообще такой актуальность большая. По замечаниям. Я в процессе нескучих докладов высказал два замечания, получил полностью исчерпывающий ответ, которые меня удовлетворили. А вот в отзыве записаны следующие замещания, с вашего разрешения я их засчитаю. В разделе 1.2 рассмотрен сценарий установления сессии между двумя пользователями с участием профси-сервера. Ну, такой базовый, да. Следовало бы рассмотреть более сложный сценарий с участием сервера переадресации или сервера определения местоположения пользователей, а также учесть модель установления сессии, вероятность потерь и повторной передачи сигнальных сообщений. Про повторные вызовы. Здесь выступал Сергей Николаевич. Видно меня, да? Нет, не видно? Видно, видно. Здесь выступал Сергей Николаевич. Он у нас в свое время, достаточно давно, но издал классическую книгу по повторным вызовам, по повторным сообщениям. Я думаю, это вполне может быть использовано. В десеркционной работе предназал алгоритмы, описывающие функционеры медицинской модели межсетевой экрана, реализованы с помощью программного кода на языке системы MATLAB и следы CIMULIN. При этом отсутствует информация о зарегистрированных автором программах IWM и ссылке на разработанное программное осуществление для получения оценок показателей эффективности межсетевого экрана. Третье. При ранжировании правил используются оценки характеристико-информационных потоков, полученные методом локальной аппроксимации. А вот в численных экспериментах не приведены оценки точности аппроксимации в зависимости от параметра локальности, хотя сам он там достаточно подробно рассматривает. В разделе 1.2 пройден анализ влияния межсетевого экрана на услугу установления сессии по протоколу CIMULIN. Для полученных результатов следовало бы показать левуник показателям качества восприятия и качества обслуживания, предписанных стандартизующими организациями. Ну, пятое, да, так вот, это дело вкуса, конечно, да, но вот мне кажется, что после каждой главы следовало бы привести выводы, касающиеся этой главы, просто легче читать было бы тем, кто работу изучает, и указать на публикацию автором результатов исследований научных изданий. Ну, указанные недостатки ни в коей мере не снижают научные ценности, полученные в дискуссионной работе результатов, и делаю такой вывод. Про дискуссионная работа Анатолия Ильича Ботвинка на тему «Разработка модели для анализа показателей эффективности межсетевого экрана с ранжированием правил фильтрации» является законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной задачи о повышении производительности межсетевых экранов за счет использования разработанного метода ранжирования набора правил фильтрации, имеющего важное научное значение для развития литических основ информатики. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертатом на соискании ученой степени к индустрии и математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 «Положение присуждения ученых степеней РУДН», утвержденного ученым советом РУДН протекол номер 12 от 23 сентября 2019 года. А ее автор Ботвинка Анатолий Юрьевич заслуживает присуждение ученой степени к индустрии и физико-математическим наук по специальности 05-13-17 «Теоретические основы информатики». Дальше моя подпись и заведение подпиши. Спасибо большое. Большое спасибо. Есть ли вопросы, Андрей Евгеньевич? Если вопросов нет, слово для ответа официального момента предоставляется соискателю. Пожалуйста. Я согласен со всеми замечаниями профессора. Решите, я отвечу на одно из замечаний, на первое замечание. Для оценки влияния межсетевого экрана на показатели качества услуги установления сессии по протоколу СИФ был выбран действительно наиболее простой сценарий. Для более сложных сценариев с потерями или повторными передачами сигнальных сообщений влияние межсетевого экрана на задержку передачи данных, на задержку установления сессии, оно более значительно. Таким образом, получение вывода о целесообразности снижения времени фильтрации пакетов межсетевым экраном для простого сценария позволяет сделать тот же вывод для более сложного сценария, при котором влияние межсетевого экрана более высоко. На этом мой ответ закончен. Спасибо. Узитровый ли официальный оппонент ответа мясоискателя? Меня удовлетворяют ответы все. Спасибо большое. Большое спасибо. Теперь переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслуженной диссертации? Это со связью у нас Юлия Васильевна Гайдамака. Разрешите, Дмитрий Сергеевич? Давайте, Юлия Васильевна, встречаем вас. Спасибо. За два года с начала пандемии, когда большая часть нашей жизни переместилась в виртуальный мир, мы убедились, что задачи информационной безопасности исключительно важны. На предыдущем заседании Диссовета сегодня была успешно защищена работа в этой области. В 2022 году профессор Самуилов открывает в ЭПМИД специализацию кибербезопасности в экономике. Но тема интересна не только с экономической точки зрения, хотя рынок кибербезопасности в последние годы показывает рост 10-11%, и ему в следующем году обещают 300 миллиардов долларов. Это сопоставимо с рынком интернет-рекламы. И тут трудятся такие гиганты, как Microsoft, IBM, Intel, Oracle, Cisco, HP. Но эти задачи, которые мы сегодня увидели, важны в первую очередь с точки зрения обеспечения безопасности и обороноспособности государства. Вот это, я считаю, и подчеркивает актуальность представленного в Совет исследований. Межсетивые экраны – это предмет исследования и диссертации, но сегодня это основное средство обеспечения сетевой защиты от кибератак. И понятно, что фильтрация всего входящего и исходящего трафика экраном вносит дополнительную задержку во время доставки данных из конца в камеру. И для потокового, мультимедийного, и других типов трафика, которые чувствительны к задержке, это дополнительное время может стать критичным. Вот поэтому задача ранжирования, то есть эффективного расположения правил внутри составляющего экрана набора, вот эта задача интересна, является интересной. Автор предложил одно из решений для этой задачи, разработанной им, адаптивной к трафику, метод ранжирования набора правил. Этот метод показал высокие результаты, мы видели в презентации. Так, где приведено сравнение с местом наименьших квадратов, с ранжированием, без ранжирования, с углаживанием, без углаживания. И вот этот численный анализ, который сыскатель нам показал, это результат обработки UDP-трафика межсетевого экрана сыска в войсковой части. Там были имитированы DDoS-атаки, пакеты небольшие, десятки байп, но интенсивность поступления высокая, там больше миллионов пакетов в секунду. Почему я так хорошо знаю работу? Потому что она выполнялась на нашей кафедре, и мы эти результаты обсуждали, более того, эти результаты апробированы. Три публикации в журналах Руден, русскоязычный вестник Руден, и две недавние публикации уже в Discerned Continuous Models and Applied Computational Science. Ну и Анатолий Юрьевич дважды выступал на нашей конференции в последнем году. Мы на кафедре эту работу хорошо знаем. Она, несомненно, достойная и на высоком уровне выполнена. Я считаю, что Анатолий Юрьевич Ботвинка заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата в физико-математический снаук по специальности 05-13-17, и буду голосовать «За». Спасибо. Большое спасибо, Елена Васильевна. Я вижу руку Эдуард Сергеевич Сотин. Эдуард Сергеевич, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Работа для меня показалась очень интересной. Мне показалась интересной в немалой степени потому, что она связана с анализом производительности СИП-серверов, поскольку я тоже в своей кандидатской диссертации этим занимался, в том числе занимался анализом производительности условий перегрузки этих самых СИП-серверов. А вот Анатолий Юрьевич показал, что до, собственно, перегрузки дело может и не дойти, поскольку проблемы могут возникнуть на уровне межсистелого экрана. Я хотел бы еще дополнительно отметить, на мой взгляд, оригинальный подход к моделированию межсистелого экрана в том смысле, что построение модели в виде системы массового обслуживания с обслуживанием фазового типа. Причем распределение обслуживания зависит в том числе и от порядка правил фильтрации. Кроме того, очень уверенное, на мой взгляд, выступление, очень четко все уверенно, без слов-паразитов. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень достойная работа и очень достойное выступление. Спасибо. Большое спасибо. Дор Сергеевич, есть ли еще желающие выступить в дискуссии? Если желающих нету, то соискателю предоставляется запрещенное слово. Пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемый член институционного совета, присутствующий, разрешите выразить благодарность оппонентам за проявленное внимание к анализу моей работы и конструктивные замечания, которые будут учтены в моей дальнейшей работе. Я благодарен сотрудникам кафедры предкладной информатики и теории вероятности, где была выполнена работа, за ценные советы при подготовке инсертации и ее обсуждении. Я глубоко признателен и благодарен моему научному руководителю профессору Самойлову Константину Евгеньевичу за научное руководство моей работы, а также за неоценимый опыт и знания, которые были переданы мне. Все? Большое спасибо вам. Теперь для проведения крайних голосований предлагается выбрать счетную комиссию. В следующем составе Гайда Мака Юрия Васильевна, Малых Михаилович и Дружинина Ольга Ванкинаевна. Если возражений нет, то ставлю на открытое голосование. Настасия Вячеславовна, пожалуйста. Себастьян Кояньковович. Да. За. 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 Все дальше. Орлов Юрия Васильевна. За. 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 Сергей Николаевич. Я слышу. Да. За, конечно. Деревемся дальше. Единогласно. Объявляется перерыв для проведения тайного голосования. Сейчас будет разослана. Пожалуйста, по ссылочке перейдите и проголосуйте. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. На СССР пришло, а на дороге не пришло. Не пригласил. Ага, вот пришло на это дело. Сейчас я еще не нажал. Ага, вот это дело. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok